В Татарстане ждут триумфаторов ралли Дакар. Все три первых места в классе грузовиков завевали российские спортсмены на КАМАЗах. Сначала прием в Москве, а потом поедут на родину, в набережные Челны. Леонид Муравьев встретился с родственниками победителей. Пикарно! Обалденно! Синяя армада, а именно так называют КАМАЗ-мастер за рубежом, вернула себе педестал. Все три места в классе грузовиков. На смену прославленному трио Чагин-Кабиров-Мордеев пришли эти молодые ребята. Два года им потребовалось, чтобы влиться в колею и проехать быстрее опытных соперников. Это пока их фамилии трудно произнести иностранцам, но они уже вписаны в историю Дакара. Николаев, Мордеев, Каргинов. А для Ларисы Александровны из набережных Челнов они просто. Эдди, Кайрат и Андрей. Все молодые пилоты и как родные выросли вместе с ее сыном. Шести лет катались на картодроме. Туда приходилось таскать бутерброды, туда приходилось таскать термос с чаем, потому что их за уши нельзя было оттуда оттянуть. Они все. Вот сегодня мы только с мужем разговаривали. Он говорит, ты представляешь, на подиуме стоит три картингиста, собственно. Вот он, живой и здоровый, готовится к церемонии награждения. Это ли не счастье для матери? Ларисе Каргиновой, пожалуй, пришлось тяжелее других. Андрей уехал на Дакар в гипсе. Перелом правой ноги не остановил автогонщика. Провели курс посильного лечения. Ну и начал потихоньку наблюдать ногу после недели переломом. Хотя наши врачи здесь сказали, что нужно от четырех до шести недель полного покоя в гипсе на место. Теперь вместо гипса бронза. Причем у всей команды. Главный трофей Дакара отливают из этого сплава. Тяжело поднять над головой. Еще сложнее заработать. В семье Мордеевых уже коллекция бронзовых бедуинов. Началась она с главы семейства Ильгизара. Дело отца подхватился на Айрат. Самый тяжелый день для меня был вчера. Я просто вчера не в городе была, а на даче. Там телевизор не работает. Я вот как на иголках сидела. Мне два часа ночи позвонили, сказали, Айрат выиграл. Ну, второе место. Для меня это было самое такое счастье. Новогодняя ель в доме Мордеевых. И та ждет возвращения гонщиков. Самый семейный праздник пилоты команды Камасмастер в очередной раз встретили в Южной Америке. Айрат пропустил еще и свой день рождения. Да, мне тяжело, но я же не могу ему сказать. Айрат, мне тяжело оставаться дома. Все равно его провожала. У нас Новый год начинается не 1 января. У нас Новый год начинается, наверное, в тот день, когда мы их встречаем в аэропорту. Команда вернется в Россию в середине этой недели. В Москве и дома в Набережных Челнах. И ждет пышный прием. Теперь уже 11-кратный чемпион Дакара. Это своего рода бренд для Набережных Челнов. Улица, по которой я иду, названа в честь любимой команды. Камасмастер. Вот только местные водители поняли это название слишком буквально. И, как говорят сотрудники ГИБДД, здесь нередко нарушают скоростной режим. Как настоящие автогонщики. Леонид Муравьев, Услан Гафиатуллин, Владимир Сычев. 5 канал Набережные Челны.